Наши беседы на тему молитв Господа Чайтани Шикша-Штакан. Сегодня шлока номер 4 и может быть мы пятую, то у нас так немножко растянуто получается. Итак, вместе пропоем четвертый стих. На дханам, на джанам, на сундарим, харитам ва джагадиша камае, ма ма джан мани джан мани швари, бхаватат бхактир ахай туки твари. Пословный перевод. На, нет, дханам, богатство. На, нет, джанам, последователи. На, нет, сундарим, прекрасная женщина. Калитам, кармическая деятельность, описанная цветистым языком. Ва, или, джагадиша, о Господь Вселенной. Хамае, я желаю. Мама, мое. Джан мани, рождение, джан мани, зарождение. Ишварей, верховной личности Бога. Бхаватат, пусть будет, бхакти, предное служение. Ахай туки, без мотивов, твои, тебе. И перевод. Тоже немножко отличается от того, к которому мы привыкли. О, Господь Вселенной, я не желаю материального богатства, материалистических последователей, прекрасной жены или кармической деятельности, описанной цветистым языком. Все, что я хочу, это немотивированное служение тебе, жизнь за жизнью. Итак, в предыдущем стихе говорилось о настроении, в котором преданные должны повторять святое имя. Четыре вещи. Смирение, притоптанное травы, терпеливее дерево, всегда готовы оказать почтение другим и не ждет почтения в свой собственный адрес. Четыре вещи необходимо развить в себе для того, чтобы легко было киртани, ахсадахарик, всегда воспевать святое имя. Четыре вещи. И мы говорили о том, что есть препятствия определенные, почему не получаются вот эти четыре качества развития человека, и почему нелегко им воспевать всегда святое имя Господа. Вот здесь Господь Читая начинает уже более подробно говорить о причинах, которые мешают живому существу. Что за причина в сердце, к чему мы, собственно говоря, стремимся. Он отрицает эти вещи. Надханам, Наджанам, Насундарим, Кавитам, Ваджагадиша, Камая. И вот здесь Бхакти Нотхакур, Бхактхандас Расвати дают такой комментарий, что пока любовная преданность к Вишне не освободится от примесей кармы, гьяны, йоги, высшая ступень преданного служения Утамабхакти не проявится. Они говорят, что все останется просто тенью преданности. Это называется термином Бхакти Абхаса. Бхакти Абхаса означает тень, просто тень преданности. Тень обозначает, что это что-то напоминает реальность по форме. Тень по форме похожа на реальность. Но нет глубины и нет содержания. Понятное сравнение, да? То есть тело мое обладает объемом, каким-то содержанием, много разных качеств. Но если мое тело отбрасывает тень, то тень по контурам можно догадаться, что это я. Но там нет глубины и там нет сути субстанции содержания. Точно так же Бхакти это очень глубокая деятельность. Это очень глубокая деятельность, которая захватывается наше содержание, всю нашу суть вообще полностью. Все наше существование захватывает. Но если мы не можем погрузиться полностью в эту деятельность, вследствие того, что привязаны к каким-то поверхностным материальным вещам, которые здесь предчисляет Господь Чайтанья, то преданное служение наше остается по своему качеству Бхакти Абхаса, тень Бхакти. То есть что-то похожее на Бхакти, но лишенное глубины и истинной сути. И почему это так? Вот потому что есть препятствия определенные. Зачем-то мы пришли в этот мир и мы не хотим это бросить. Мы хотим и то и все. Мы хотим, разума нам в общем-то хватило понять, что нужно служить Кришне. Но так же нам жалко выпускать материальное. Потому что пока еще духовный вкус может быть не развит у живого существа. Я наблюдал, как в этом году обезьяна одна во Вриндаване, я ей там кидал куски папайи, кормил. Они там жили непонятно где они живут, но там в вашем столовой. И вот когда я кинул несколько кусков этой папайи, одна такая большая обезьяна схватила, значит, один кусок и стала его есть. А второй оказался рядом, она просто лапой его прижала. И другие там какие-то поползновения делали, чтобы у него отобрать, но она так одной, так сказать, половинкой своей пасти так скаяла зубы, чтобы не было страшно. А другой там жевала так вот и смотрела по сторонам. Ее наслаждение было несколько отравлено, поскольку другие пурши, другие наслаждающиеся тоже претендовали на какую-то долю наслаждений. И вот она и то, и то хотела. Одно жевала, и другое придерживала на всякий случай. Точно так же мы можем в начальном этапе как бы метаться, не утвердиться в своем выборе. Разума может хватить на то, что надо двигаться к Кришне. Но с другой стороны мы еще так придерживаем лапой какие-то надежды материальные. На всякий случай пусть будет, а вось пригодится. Если вдруг как бы не выйдет из меня преданного, ну хоть что-то будет, так сказать, в этом материальном мире. Про запас, что называется, сохранить надо. И внешне, может быть, этого и не видно. Но внутри может сохраняться надежда на эти все вещи. Дханам, джанам, сундарим, кавитам. Это может быть. И вот именно это и лишает в хакте преданного служения глубины настоящей. То есть пока еще не развиваем полностью преданного служения. Но мы не должны отчаиваться в связи с тем, что могут быть какие-то материальные желания. Потому что сам процесс преданного служения, даже если он еще не развитый, исходит из души. Сама по себе вера, маленькая вера, шрадха, которая у нас есть, которая приводит нас на путь преданного служения, исходит из души. Все остальные препятствия исходят из ума и тела. И в этом их слабость. Наша духовная вера слаба, но она исходит из вечного источника. В то время как препятствия могут быть сильны, но они исходят из временного источника. И поэтому, если мы продолжаем оставаться на пути преданного служения, несмотря на какие препятствия, то вот эта духовная энергия, энергия какой-то, может быть, совсем слабой, какой-то отраженной любви к Богу, какой-то бхакти, пусть даже еще как тень от бхакти, с течением времени, все-таки уничтожит эти временные препятствия. Потому что эти препятствия исходят из природы ума и тела, то есть материальных субстанций, неприсущих душе, отличных от души. Поэтому, хотя они внешне сильны, они исходят из временного источника. В то время как духовная сила наша сейчас может быть скрыта, она пока может быть слаба, но она исходит из вечного источника, из души. И в этом сила, в этом предпочтение духовной энергии. Потому что вера и любовь к Богу принадлежат к высшей энергии. Это высшая духовная энергия, которая по своей природе сильнее, чем материальная энергия. И духовный процесс освобождает постепенно душу, сознание от этих примесей, которые возникают в связи с тем, что сознание смешивается с материальной средой, с материальной атмосферой. В этом сила процесса. Обычно люди в своих молитвах, даже религиозные люди, как правило уровня Каништха Афикари, то есть новички в духовной жизни, которые приходят на религиозный путь, как правило, ради того, чтобы решить свои проблемы или спастись от бед, как правило они именно просят этих вещей. Они просят богатства, просят славы, последователей, просят людской любви, просят какого-то материального убежища, не понимая, что в действительности эти вещи являются препятствием на пути духовного прогресса. То есть, если мы рассмотрим мотивы, по которым люди, как правило, обращаются к Богу, то увидим, что как раз есть эти мотивы, тханам джанам сундарим, богатство, слава, мирская любовь. Это, как правило, то, ради чего обращаются к Богу. Но здесь Господь, Читая, не обращается к Кришне, наоборот, для того, чтобы он убрал из его сердца эти вещи. Иногда спрашивают люди нас, чем вы отличаетесь от других конфессий, разных течений и так далее. Если вы хотите ответить коротко, то можно сказать мотивами. Для чего? Для чего обычно люди к Богу обращаются? Они могут сказать, и вы обращаетесь к Богу, и другие обращаются, такие, такие, там, протестанты, православные, там, католики, кто только не обращается к Богу. И вы обращаетесь. В чем разница? Разница в том, зачем обращаемся, да? Что мы хотим от Бога. Кто-то хочет, чтобы Господь загрузил нас в материи, да? Вчера немножко, во время этой лекции праздничной, я коснулся этой идеи о том, что считается благом для человека сейчас, в Калиюгу, что принято считать благом. И мы, как бы, пытались проанализировать, что благоприятными условиями, да, для человека являются условия, где есть прогресс материальный. Это называется, как там, национальный доход на душу населения, да? То есть на душу, на душу этого населения нужно навалить определенный доход, да? То есть вот благо определенные, да, там, в форме денег, национальных, богатств, это на душу. И чем больше на душе вот этих вот материальных вещей, тем больше блага, понимаете? Национальный доход на душу населения, да? Вот это. То есть чем больше материи на душу, тем лучше в душе. Так считается. И некоторые даже, как бы, к Богу обращаются с этой самой целью, да? Больше нам, пожалуйста, на душу населения навали этих благ, чтобы мы в этих благах здесь наслаждались, да? Но здесь мы видим, что мотив совершенно иной. Абсолютно. Он говорит, пожалуйста, убери эти блага, так называемые, материальные. Потому что именно эти блага материальные мешают мне пережить высший вкус с по-настоящему стать счастливыми. Поэтому, если мы хотим коротко сказать, чем мы отличаемся от других, можно сказать, мотивами. То есть целями. Для чего? Что мы хотим от Бога? Потому что, если искренне обращаться к Богу, то фактически обозначает, что мы должны покончить с тем материальным. Даже в христианской традиции сказано, например, если мы почитаем наборную проповедь Христа, там, в действительности, ужасные вещи говорят. С точки зрения, там, вот, как бы, любви к тому же ближнему и так далее, если уж говорить так, да? Там говорится, что любовь к миру есть вражда против Бога. Понимаете? Любовь к миру есть вражда против Бога. И любой, кто любит отца и мать больше, чем меня, да? Тут враг мой, на самом деле. Там ужасные вещи сказаны в этой Негорной проповеди, если внимательно ее почитать. Понимаете? То есть, о полном отречении сказано. О полном отречении от материального мира. Обычно люди не замечают этих вещей. Никто не против, конечно, там, любви к ближнему и так далее, но в духовном встрече, в понимании того, что все мы ближние на духовном уровне. На духовном уровне мы все ближние. Так вот, здесь очень важно как раз разобраться с этими мотивами. Что же это такое? И Господь Читания Шичитани Махаправу говорит, что вот эти вещи, дханам, джанам, сундарим, кавитам, обычно ослой, кавитам мы не говорим, здесь мы поговорим об этом, это то, что мешает развитию преданного служения. Поэтому, когда он говорит, не хочу всех этих вещей, нужно понимать, что не просто, как бы он не любит, да? Какому-то к богатству он как-то плохо относится или еще к чему-то. В конце концов, Рупа Госвами сказал, что богатство, небогатство, суть не в этом. Юг Талайраги, нужно все использовать. Все можно использовать. И богатство, и последователи там, и красавец всех этих сундарим, кого угодно можно использовать в преданном служении. Но почему-то здесь Господь Читания говорит, что не хочу, не надо. Потому что, как правило, люди не могут этим пользоваться. Сначала нужно очиститься от этого, стать чистым, от самих мотивов. А потом, когда человек будет чистым, тогда Господь уже даст то, что необходимо, и человек может это правильно использовать. Итак, что такое обозначает Дханам? Когда мы говорим богатство, в нашем понимании, это сразу какие-нибудь, не знаю, видеомагнитофоны, какие-нибудь дома, машины, богатства. Вот такое все, какие-нибудь ковры, шикарные квартиры, когда мы говорим богатство, да, или там какие-нибудь доллары, там, или золото в слитках. Вот это Дханам, да, представляется. А в действительности под словом Дханам в данном стихе является богатство, накопленное благочестивым образом, да, вследствие исполнения Дхармы. И какие богатства могут быть по-настоящему? Знания, да, рождение в благочестивой семье, внешняя красота, какой-то достаток, да, почет. Вот это настоящее богатство. Не просто вещи. Мы обычно мыслим о богатствах, таких вот кандовых, таких вот деревянных категориях богатства, да. Но ведические представления о богатстве более тонкие. Более тонкие богатства, достояния Дханам. Итак, это то, что накоплено в благочестивой деятельности Дхармы. Дханам здесь относится буквально к жене, детям, сыновьям, слугам, подчиненным, друзьям и родственникам. Дханам. Дханам буквально обозначает люди, да. Не хочу говорить никаких людей вокруг меня, да. Не то, чтобы он в пустыне не хотел бы жить, да. А Дханам обозначает те, кто как-то, так сказать, следуют за нами, те, кто как-то связаны с нами, зависимы от нас. Потому что отношения с людьми в этом мире запутывают нас, запутывают. Мы развиваем симпатии не к тому, кому надо, да. Запутываемся в этих отношениях симпатии, айтипатии, обязанности какие-то. И в конце концов, вместо того, чтобы разобрать отношения с Кришной, живое существо просто как рыба в сети. Знаете, вот сеть, когда поймали, она там крепыхается, не может выпутаться никак. Точно так же и этот материальный мир, это просто сеть. Гуны так переплетаются, такая сеть, что живые существа просто как рыбы, пойманные в сеть, никак не могут вырваться. Поэтому последователи в сети, джанам, все зависимые от нас, для человека, идущего по духовному пути, это не всегда благоприятное общение, потому что они впутывают нас в материальное существование. Далее. Вот интересная такая трактовка, раньше мы этого не слышали. Теперь Бхаксин Адхакур разбирает не просто там сундарим, а он говорит сундарим кавитам. И переводится это довольно интересно. Сундарим обозначает красивый буквально, да. Сундарим кавитам, кави это обозначает поэт или поэзия. Сундарим кавитам обозначает «Витиеватое поэзия вед». То есть, когда мы, например, говорим, переводим стихи «Шикшаштыки», «Не желаю прекрасных женщин», и так далее. А если женщина читает «Шикшаштыку», ей как переводить то же самое? То есть, фактически, более, может быть, правильно это будет перевести «Не желаю мирской любви». Хотя, конечно, господь читания в своем теле, как говорится, говорил, да, как преданный, да, мужчина. Он мне говорил «Не желаю прекрасных женщин». Но если преданная женщина, «Шикшаштыку» учит, для нее, в принципе, это, может быть, не так актуально, да. Поэтому для нее должно быть ясное понимание, что речь идет о мирской любви. Один пол, другой пол. Вот это само понятие. А сундарим кавитам в действительности переводится как «ветиватая поэзия вед», то есть, изящная, красивая поэзия вед. Почему так говорит здесь господь читания? Потому что, опять же, ведическая литература запутывает человека. Сегодня утром я коротко сказал о том, какая она обширная, какие подразделения, то есть, самхиты есть, брахманы, рамьяки, упанишады. И все это, в общем-то, как бы говорит об одном и том же, немножко с разными акцентами всему свое время, там сначала одно, потом другое, потом третье. Но вообще, в этом океане ведической литературы можно просто потонуть. И Кришна тоже в Бхагавадгите говорит, когда светистый язык, вед, не будет больше смущать тебя, да, вот это достигнешь самоосознания. С одной стороны, веды предназначены для возвышения человека, с другой стороны, веды обещают такие всякие пряники, там, эти райские планеты, такие вообще, там, всякие чудеса и так далее, что это в действительности отвлекает живое существо. Сваргалока, все эти райские наслаждения, это, конечно, может быть лучше, чем жизнь в аду и так далее. Но на самом деле, это просто-напросто заплетает мозги живому существу. Чувство наслаждения этих же райских планетах просто-напросто опьяняет живое существо. Есть такой храм в Южной Индии, храм Вишну, который очень оригинально построен, очень оригинально построен. Там внешний барельеф этого храма выглядит так, что везде всякие эротические картины, лепные изображения всяких любовных сцен, очень так все откровенно. И все это внешний барельеф, пожалуйста, смотрите, не скрыто, Индия, такая страна культуры, это храм Вишну. И люди, подходя туда, смотрят туда, и когда они видят все эти картины, они забывают о Вишну. все, они не могут войти в храм Вишну. Потому что их сознание полностью увлечено всеми этими картинами мирской любви. И с таким сознанием они поворачиваются и уходят обратно. Не могут войти в храм Вишну. Точно так же все эти райские планеты, это очень нехорошо, это очень привлекательно, это не греховное счастье, это честным трудом заработанное счастье. Этот Кармаканди здесь совершает аскезы, он здесь ограничивает свои чувства, потому что он понимает, что это планета Мритюлока, какое здесь наслаждение, здесь чтобы одну жену поддержать, вообще работать как молотилка нужно, столько проблем, и вообще господи, какая тут вообще любовь, все такое, и запахи, и вкусы, и нравы, и воспитания здесь, извините. А на райских планетах Апсары за полкилометра такие ароматы уже от ее тела идут, что там пьянеть начинает этот Ганхар, который только ее унюхал эту Апсару за полкилометра. Здесь человек, как говорится, день не помоется, уже такие запахи, что стоишь рядом и сознание теряешь. А там совсем все по-другому. Поэтому настоящие кармаканди жертвуют здесь своим чувственным наслаждением для того, чтобы там в этих божественных садах индры по-настоящему наслаждаться заработанным счастьем. Не нужно беспокоиться о каких-то последствиях своих наслаждений, думать о том, что там будет, какие последствия моей деятельности. Сказано, что на райских планетах беременность наступает один раз в конце жизни. И то там быстро так раз и это живое существо там появляется. Никаких проблем. Занимайся сексом сколько хочешь, вообще никаких проблем не существует. И никаких грехов, вообще никаких реакций за это не будет. Никаких вообще. Вот это для материалистов мечта. Понимаете? Но для этого нужно здесь аскезы совершать. Здесь, на этой планете, чтобы попасть туда, на сваргалоку. Так поступает настоящий карми, настоящий ведический карми, сейчас таких не водится, которые совершают эти все ритуалы кармаканды. И это лучше, может быть, чем просто какая-то свинская жизнь на этой планете, как люди тянут лямку на заводе и все прочее. Живут так животные фактически. Но этот светистый язык вед, который вдохновляет на чувственное наслаждение, в действительности просто затуманивает мозги человека. И поэтому, когда Виасаде записал святоведическую литературу и сидел там горевал, не мог понять, в чем же дело, Нарадамуни сказал ему, мой дорогой праву, ты просто именем религии прикрыл чувственное наслаждение и поощрил таким образом тенденцию к чувственному наслаждению, которая и так уже заложена в людях. Поэтому с течением времени они просто забудут о всех этих правилах и предписаниях и полностью погрузятся в греховную деятельность. Он говорит, поэтому ради блага всех живых существ пожалуйста, опиши чисто преданное служение Верховному Господу. Объяснил ему все эти вещи. Так вот, ведическая литература в действительности это опасная литература, в ней можно запутаться и долго в этом круге самсары вращаться, как в 9 главе Бхагавадгита Кришна говорит, когда их благочестивые реакции исчерпались, они вновь падают на эту материальную планету смерти, Мритю Локу, опять начинается их путь наверх-вниз, наверх-вниз, как на колесе обозрения правопада говорит, чертово колесо в парках стоит, на нем крутится вверх-вниз, сверх-вниз, колесо самсары. И ведическая литература описывает много разных таких интересных вещей. В Индии есть такой процесс популярный, называется Панчо-Упасанам. Панчо обозначает пять, Упасанам обозначает поклонение. Поклонение пяти главным божествам. Очень много алтарей таких, оригинальных у них. Стоит там изображение Бога Солнца, Сурья, стоит Шива, стоит Кали, его супруга, или Дурга, Ганеш стоит и Вишну на одном уровне. Все на одном уровне. Этим пяти божествам можно поклоняться. Панчо-Упасана называется. Суть такова, что Сури поклоняются ради здоровья, Ганеши поклоняются ради богатства, Дурги ради материального наслаждения, Шиви ради освобождения и Вишну более универсальнее считается. Все от него можно получить. Это они признают, что от Вишны можно получить. Но в целом ставят его на один уровень. Ставят его на один уровень. И говорят так, что поклоняться можно в общем-то любому из этих божеств, которые вам больше нравятся, через них вы войдете в брахман и достигнете высшей цели. Это как бы таких пять дверей. И Бхат Сан-Сарасвати говорит, это скрытый материализм и это скрытый имперсонализм. Поэтому ведическая литература в действительности довольно опасна, если нет Ачария. Ачария, еще один вариант перевода слова Ачария, это тот, кто выхватывает самую суть шастер. То есть тот, кто может самую суть, как мудрецы на имя шарания обратились в сути Госвами, они сказали, дорогой сутан, ведические писания столь обширны, жизни не хватит, чтобы все это изучить. Пожалуйста, объясни нам, в чем суть. Выбери самую суть, потому что жизнь людей коротка, они ленивы, глупы, забывчивы, вздорны. Пребывают в постоянном беспокойстве, память у них короткая. Поэтому, пожалуйста, объясни самую суть, с такими качествами, как люди вообще могут что-то запомнить. Лекцию какую-нибудь, мы слушаем, в конце уже что-то прослушали, что было вначале, мы уже не помним. Такая память. Поэтому, он говорит, самую суть, давай, объясни. И Ачария, это тот, кто может из всего этого океана ведической литературы самую суть выхватить и презентовать, дать. Вот, пожалуйста, вот это самое главное, да, в ведах. Те же, кто не совсем искренне и не ищут сути вед, пожалуйста, они могут кувыркаться в этом круговороте рождения и смертей, используя веды, следуя путям кармаканды и так далее. И вот, Господь читания в этом стихе говорит, что все это богатство, все эти последователи, вся эта витиеватая цветистая ведическая литература препятствует. Я не хочу этого. Не хочу отказаться. Действительно это должно быть так. Насундарим Кавитам. Сундарим Кавитам это связанная, да, прекрасная поэзия. Кавит, поэзия. Джагадиша Камайе. Джагадиша. О, повелитель вселенной. Джагад, вселенная. Иша, повелитель. Джагадиша, повелитель вселенной. Итак, я не желаю всех этих вещей. Камайе Мама Джанмани Джанмани Швари. Чего же желаю? Он говорит, я желаю Джанмани Джанмани Швари. Джанма обозначает рождение. Джанмани Джанмани Швари. Рождение за рождением Ишвари обозначает Верховному Господу Бхаватир. Тому, кто всем управляет. Бхаватир. И не просто преданного служения, а какого? Ахайтуки. Это одно из ключевых слов. Ахайтуки обозначает Не имеющие мотива. То есть, в конце стиха Он обращается к тому же с чего начал Надханам, Наджанам, Насундарин. Это и есть те самые мотивы. Это и есть те самые мотивы. И теперь Ахайтуки А обозначает отрицание. Хайтуки и Агайтуки. А обозначает отрицание. То есть сначала он отрицал словами Надханам, Наджанам, Насундарим. И в конце еще одну форму отрицания. Агайтуки. Еще раз повторяю. Ту же самую мысль. Без примесей Бхакти. Твои кому? Тебе. Твое. Твои. Агайтуки. Бхактира Агайтуки. Твои. Твое предное служение. Или предное служение тебе. Без мотивов. Мы в этом материальном мире ценим стопроцентные вещи. Покупаем, скажем, сок. Это что? Корейский суррогат? Какой-нибудь там из химикатов? Или стопроцент натуральный сок? Стопроцент натуральный сок. Здорово. Хорошо. Настоящий нектар. Вот это настоящее. Что свитерок? Шерсть 100%? Или сколько там? 70% какой-нибудь акрил? Там все остальное якобы шерсть, да? Потом ходишь весь трещишь, там искры от тебя летят во все стороны, да? Хотим чего-то стопроцентного. Настоящего, да? Чтобы любовь была настоящая, да? Чтобы пища у нас была настоящая, одежда настоящая. Все такое стопроцентное, настоящее. И следуя этой логике, мы также должны стремиться к тому, чтобы развить в себе настоящее предное служение, да? То есть, так же, как вот в материальном плане мы хотим, чтобы все такое было качественное, да? Вот качественное, стопроцентное. Так же нужно стремиться к тому, чтобы в хакте предное служение было стопроцентное, качественное, без примесей. Не так, что написано ярлык. Предный, да? 70% карма, гьяна такая, 30% бакте, да? Стопроцентное предное служение должно быть. Ахайтуки, без примесей. Надханам, наджанам, насандарим. То есть, это стремление к качеству. Жизнь должна быть посвящена развитию качественного предного служения. Не бхакти-абхаса, не тень предного служения, а настоящее предное служение. Не иллюзия, не китайская подделка, да? Не калиюжная подделка на бхакти, а настоящее предное служение. Да, сейчас такая эпоха, много пиратов, да? Которые там используют какие-нибудь имена, там эти торговые марки, какой-нибудь там, Адидас, там, или Пума, или что-нибудь еще. И всякое, так сказать, барахло, да? Под видом настоящего, да? Китайский Адидас, да? Понятно, да? Или еще что-нибудь такое. Зная, что через месяц можно выкидывать. Точно так же, как мы стремимся к качеству в материальной жизни, не покупаем всякое барахло, мы говорим, да, что скупой платит дважды, лучше сразу купить настоящую вещь, хорошую вещь, которую можно долго пользоваться. Точно так же, в духовной жизни мы должны стремиться к качеству. И вот в этом стихе Господь читает нас к качеству. И говорит, от чего мы должны избавиться. Бхакти может быть разбавлено вот этими вещами. Например, в 44 стихе второй главы Бхагавадгиты Кришна говорит, Бога Ишваря Прасакта Нам Тая Пахри Тачета Сам В Ява Саят Микабуги Самадхал На Видья Те Что те, кто привязаны к чувствному наслаждению материального богатства, вернее, те, чей Ун привязаны к чувствному наслаждению материального богатства, и те, кто обмануты всем этим, не могут с полной решимостью, с полной такой однонаправленностью отдать себя преданному служению мне. Бога Ишваря, Бога обозначает наслаждение, да, Айшваря богатство. Бога Ишваря Прасакта Нам привязаны. Тая Пахри Та, А Пахри Та обозначает обманутый, Чета Сам, то есть тот, чей ум обманут Богой и Айшварей, да, этим вот богатством и наслаждением. Тая Пахри Та, Чета Сам. Вот у такого человека, который обманут всеми этими вещами, в Ява Саятмика Будги, то есть этот разум однонаправленный, да, на Кришну, Самадхау на Видья Те, не может этот разум утвердиться в Самадхе, в такой концентрации на Кришне. Потому что ум, более низкий элемент, привязан и обманут. И поэтому нет решимости заниматься преданным служением. На пути преданного служения то, все, другое, третье, вот это есть препятствия, которые и на самом деле не позволяют нам быть в смирении ниже притоптанной травы, терпеливее, чем дерево, оказывают почтение другим и не желают починиться в собственный адрес. Именно по этой причине не развиваются четыре вещи, что внутри есть надежда и ожидание на Тханам, на Джанам, на Сундарим, на то, что будет у нас что-то такое все-таки. Будет и на моей улице праздник, да, как говорят материалисты, когда-нибудь праздник будет, вынесут вперед ногами в ящики, сыграю в ящик, лила, да, такая, сыграл, потом напьются всех на похоронах, да, и будут все прославлять, говорят, эх, хороший был человек, наливает, праздник. Вот. Одним словом, пакет должно быть очищено от всех этих примесей. То есть, в этом стихе самый высший уровень мотивации, с которой человек может вообще обратиться к Богу. На этом я делаю паузу. Сейчас какие-то вопросы. Если останется время, перейдем к пятому стиху. Пожалуйста. Не позволяет? Не позволяет. Есть способ. Если человек без желания, и он стремится к этому, он разумеет, что это вред, то есть, он заосновает, и он, наверное, пожелания, начинает молиться, Богу, с которой он избавил. Можно так, Господь быстро, насколько могут быстро и желаться эти желания. И как Господь вообще их желает у нас, скажем, не вред, но. Один может, как бы, как долго, а второй будет. вверховный господь, вверховный господь, погружен, погружен, сердце, сердце этому процессу. Швенвата, Слакадхак, Кришна, Пунья, Шравана, Киртана. То есть, вот этот Шравана, Киртана, это есть высшая Пунья. Пунья обозначает благочестивая деятельность. Самая высшая благочестивая деятельность. Пунья, Шравана, Киртана. И я могу испытывать материальные желания, какие-то у меня могут быть надежды материальные, но если я понимаю, что это глупость, в принципе, это можно контролировать, это беспокоит меня. Сам я не могу ничего такого сделать, но Кришна может это сделать. На самом деле, как бы, более подробно я мог бы ответить на этот вопрос, если бы мы пришли к пятому стиху, потому что там говорится об этом. Потому что сами мы не можем это сделать. В действительности, никакая материальная сила не способна из этого избавить. Никакие наши усилия, ничего не может сделать. Это только Крипая Тава, Падапанка Джа, это уже следующий стих, только твоя Крипа, Крипая Тава, только твоя милость может освободить меня от всех этих вещей. Другое дело, как эту милость получить, это другой вопрос. Но нужно понять, что никакими материальными средствами вот эту грязь из сердца выковырить нельзя. Потому что она коренится в самом сознании. И два пути. Либо путь правритимарга, когда мы не отказываемся от этого, но просто используем в преданном служении. То есть какие-то есть привязанности, но я их беру и помещаю их в огонь преданного служения, так они сгорают. И остается только самая суть. Можно так, правритимарга. Или невритимарга, когда, предположим, многие вещи я прошел уже в прошлой жизни, и сейчас что-то такое, осталось совсем немного. В принципе, как-то это может беспокоить, но не настолько уж сильно бы, чтобы опять идти путем правритимарга. В принципе, можно невритимарга пройти путем. И в таком случае, если эти вещи не настолько уж сильно беспокоят человека, он может просто подставить свое сердце искренне этому процессу шрауном, кертенном. То есть, все зависит от степени. Если очень сильные какие-то беспокойства с материальными желаниями, это означает, что невритимарга в строгом смысле слова будет, наверное, какой-то имитацией, невозможной. Скорее всего, придется пройти путем правритимарга. Я слышал сухотрасами, объяснял, предположим, что искон, наша практика, это в целом путь юг-тавараги называется. То есть, практичное отречение. И, например, если в исконе говорить о двух этих понятиях правритимарга и невритимарга, то, что, предположим, семейный уклад жизни позволяет правритимарга, правритимарга, некое чувственное наслаждение по религиозным принципам, человек хочет иметь какие-то независимые деньги, какое-то свое дело, все прочее, как-то он живет, ну, ощущение, немного, как бы, чуть-чуть своей жизнью, но в связи с Кришной. Это будет правритимарг. Вот, если человек прошел все-таки уже в прошлой жизни все эти вещи, и какие-то могут быть там чуть-чуть беспокойства, ну, не такие уж прямо, что совсем, тогда он может вполне избежать этого, просто искренне прося Кришну о том, чтобы он дал знание защите, вот я говорил на днях, я читал, дочитал эту книгу, интересную, вот Харикеш с вами, по социальным вопросам, где он говорит о природе отречения. Он говорит, отречение не в том, что вы перестаете там кого-то любить или что-то еще, он говорит, это когда знание добавляет, тогда отречение наступает. То есть, вы можете быть к чему-то привязаны, как бы внешне, да, какие-то отношения нормальные, вот, но отречение внутри наступает, отречение как как бы такое понимание, что с этим миром я не связываю надежд. У меня, в принципе, нормально будет отношение с людьми этого мира, да, и так далее, я там могу иметь там родственников, все прочее, но я не связываю никаких надежд. То есть, планов нет у меня в этом материальном мире, никаких вообще. Вот это настоящее отречение, когда добавляется знание на человека. и если такой случай, то есть, не очень большие как бы беспокойства от всего этого, тогда, в общем-то, человек может пройти, какая правда это такой редкий, конечно, случай, путем невритимарга может пройти, вот, если у человека такая чистая брахманическая природа, вот, он может себе позволить как бы пройти. Если его природа не совсем брахманическая, ему будет сложнее, и чем менее она брахманическая, тем сложнее ему будет, потому что этот человек по типу своему не брахман, это обозначает, хотя он и преданный, но по типу как бы деятельности он не совсем склонен к таким вещам, которые относятся к категории брахманической деятельности, это обозначает, что он не сможет удовлетвориться простым стандартом брахманической жизни, а для этого ему, значит, нужно будет какое-то вот другое хозяйство развивать, что называется, а это уже в брахмачарском вашем или вашем санятии не практикуется, то есть для этого существует лучше отдельный план жизни, поэтому здесь нужно просто очень внимательно проанализировать свою ситуацию и тогда уже делать выбор, называется. Еще вопросы? В одном из лекций говорили о наслаждении кредит, что и как это делить, что преды наслаждаться, что наслаждаться кредит или нет, и какой можно пример привести в рамки преды служения? Я говорил как правило о людях материального мира. Предположим, есть люди с благочестивой кармой, то есть он уже родился в богатой семье, ему не нужно уже сейчас работать, чтобы быть богатым, он уже родился в богатой семье, и там у него там в своей комнате все игрушки с радиоуправлением и так далее, вообще он покой весь, как сыр в масле катается. Он не работает, ребенок маленький, он наслаждается всеми богатствами, это обозначает, что он когда-то работал, и теперь дал ему Кришну возможность родиться в богатой семье, и сам молодец, то уже заработал он, и все у него там отлично, и наследство, и папа, и мама, и машины, и дома, и дачи, нет никаких проблем. Это значит, он работал. Другой человек может этого не иметь, но хотеть иметь, предположим, он пытается добыть себе богатство неправедными средствами. По карме ему не полагается сейчас быть богатым, но хочется. Он видит, как другие богаты, и поэтому он идет на какие-то криминальные действия, которые могут помочь ему быстро чем-то овладеть. Например, честным трудом деньги зарабатывают долго, а если кого-нибудь ограбить, например, то можно быстро отобрать у кого-нибудь деньги, и быстро этим овладеть, и все прочее. Но, поскольку по карме это не полагалось, то мы как бы не заплатив, кредит это обозначает, что мы не платим полную сумму, а чуть-чуть маленький какой-то взнос, и берем вещь, не выплатив полную сумму, в магазине оформили условия кредита, взяли какую-нибудь штуку, заплатили и понесли. И нам говорят, будешь выплачивать год, например, или там с твоим предприятием заключают договор, и там зарплаты какую-то каждый месяц сумму высчитывают для того, чтобы потом погасить общую цену. Это надо в кредит. Мне не полагается, покармлив какая-то вещь, предположим, но я очень хочу. И я как-то овладеваю этой вещью. И теперь обозначает, что я должен будет чем-то платить позже. И тот самый человек, который криминальным незаконным путем овладел чем-то, потом он платит определенными вещами, или какими-то беспокойствами, он дрожит, сидит дома, или он что-нибудь такое своровал, боится одеть, или машину какую-нибудь украл, она у него стоит, смотрит, куда-нибудь ее деньги и так далее. То есть, или, предположим, у него теперь начинают что-то там отбирать, красить, он платит, он платит кредит. Теперь он, поскольку это не было закрыто его какой-то прошлой благочестивой кармой, теперь с него будут выдирать кредит. И пока он полностью всю сумму не отдаст, он не сможет жить спокойно. То есть, так или иначе, жизнь в кредите, это беспокойная жизнь. Поэтому веды рекомендуют просто довольствоваться тем, что выделено тебе, как твоя доля, что, конечно, сказано, и все, не беспокоиться. Ты можешь как бы взять какую-то вещь, можешь попробовать, но, если это не оплачено твоей кармой, прошлой, то придется платить потом. И это вызовет беспокойство, потому что это не ведический путь, это чисто западная цивилизация, жить в кредите, западная цивилизация, все повязаны вообще долгами, какими-то обоюдными обязательствами. И сейчас кого не спроси, все в долгах. Все в долгах. Потому что люди, не имея благочестивой кармы, хотят наслаждаться вещами, которые могли бы прийти. Поэтому они берут в кредит что-то такое, на разных условиях, и потом становятся вечными должниками. В преданном служении, как правило, преданные так не действуют, насколько мне известно. Может быть, я не знаю, у кого-то есть какие-то примеры, но я не могу ничего такого придумать. Подумайте, мы что-нибудь скажем. Но вообще преданные, как правило, уже довольствуют тем, что у них есть. Я поэтому говорил о материальной жизни, как правило, об этой жизни в кредитах. Да. Нужно просто почитать книгу «Наше изначальное положение». Там очень внимательно хорошо описываются эти термины, вечно обусловленные нития-бадха и нития-ситха вечно освобожденная душа. Нития-бадха обозначает вечно обусловленные, что поскольку мы выпадаем из духовного мира, в котором нет времени, в духовном мире нет времени. Никто не может сказать, когда мы оттуда выпали, ведь времени нет. И когда мы вернемся туда, там опять же нет времени. Поэтому неизвестно, когда мы вернемся, там времени нет. Понимаете, о чем речь? И все вот это время, которого нет в духовном мире, будем находиться здесь, в материальном мире. И здесь оно как бы есть, но тоже относительное. и мы просто болтаемся, 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 болтаемся. А с точки зрения духовной реальности, может быть, там времени вообще не проходит. Вот выпали из духовного мира, и вы вернетесь туда, обратно, там даже секунды не пройдет. Понимаете? А здесь бесконечно долго может пройдет времени. А? Надежда есть каждому, да? Надежда есть каждому. Проблема в том, что, когда говорится вечно обусловленная, то невозможно определить время выпадения, время возвращения, потому что в духовном мире нет времени. Ну, в общем, да. Хотя в Бхагавадгите Кришна говорит, что злонравных и завистливых я навеки низвергаю в самые отвратительные формы существования. Навеки, но это опять же на веки, значит, на века, век один, век второй, то есть на многие веки, может быть, на сто веков, или там на веки, если так дословно переводить, на многие веки, на многие кальпы, может быть, или маха-кальпы, он ввергает это живое существование в океан материального существования, но в конце концов, каждое живое существование возвращается. Да. А богатство, которое в том, в том, что северканом представляется? Красота, богатство, знания, что-то, почему-то, в том числе, в том числе, что-то, они являются прекрасными, комментарии повадаются, что-то, в том числе, почему-то, очень гордиться, Бескредитно тоже бывает, но по-другому, надо быть интеллектуальным очень людей, чтобы было разговаривать, ну, не скажу, что-то, но за них следовало, может, в смысле, вот, как бы, вещи приходить, и все свои знания, как бы, что-то, что-то, красота, то-есть, гордость, это автоматически развивается, материальный мир, когда все приходит. гордость используют, не очень понят, как гордость используют. меня не используют, гордость, она автоматически приходит с ними, приносит в жизни. Допустим, есть предные, которые возглавляют своими знаниями, даже в каких странах, которые напоминают, что когда предные приходят, они приносят свои различные представления, свои как бы, что-то они под богатством на себя вложили, в какие-то вещи. Угу. И заключается, он просто, он просто понимает, как бы, за, что он имеет, очень много, реально качественно нет, он не понимает, как бы, за такой прогресс. Угу. Я вопрос, чуть-чуть не могу ловить, в чем суть вопроса. Как время, ну, как бы, истеренца, потому что, что мы в истории, вот, какого-то, какого-то, когда, где-то, ну, именно, так сказать, богатство, но, все зависит от того, насколько у конкретной личности развит дух чувствного наслаждения. Если дух чувствного наслаждения развит, то годится для чувствного наслаждения все, все пойдет, да, все, что у меня есть там, все мои достоинства, даже недостатки, все пойдет на чувственное наслаждение. Искренний человек это тот, кто хочет искренне служить Кришну, несмотря на какие-то недостатки в своем. И вот эта искренность, опять же, да, опять же мы говорим об этом понятии искренности, является тем самым спасательным или спасительным средством, не знаю, как сказать, которое нейтрализует гордость и какие-то другие не очень хорошие качества, демонические качества, гордость это демоническое качество. В 16 главе Бхагалагида Кришна предает как демоническое качество, гордость. Искренность нейтрализует. И даже если преданный гордится иногда чем-то по привычке, Кришна создает такую ситуацию, когда его гордость лопается, он ставит его в такую ситуацию, когда преданный понимает, что нечем гордиться в действительности. Это все зависит от степени искренности человека, насколько у него дух честного наслаждения преобладает или наоборот. То есть, фактически можно сказать, что речь, наверное, идет о прошлом опыте. Надо понять такую вещь, что если человек чего-то сейчас легко избегает или что-то легко контролирует, да не то, чтобы он такой всегда был. Это означает, что он научился этому, просто в прошлом, просто в прошлой жизни. Уже прошел что-то, да? То есть, есть освобожденные люди, есть нитя-ситхи, которые пришли с духовного мира. Мы сейчас не будем о них говорить, мы говорим о садханах-ситхах, то есть, о людях, идущих путем постепенного очищения садхана-ситхи. Это традиционный путь. Например, кто-то с легкостью, скажем, попадает в какой-нибудь семье, сразу попадает в гуру-кулу, прекрасное воспитание, все, такой брахмачарий, и он легко принимает саньяс, у них никаких проблем. Это означает, на самом деле, очень простую вещь, что все остальные вещи, все остальные ашам, он уже просто прошел в других жизнях, и все. Не то, чтобы он сейчас такой, если не брать нитя-ситху, если брать обыкновенного человека, который путем садханы, который просто, может быть, не достиг полного совершенства, но прошел хорошую школу уже в прошлой жизни, все это уже было у него в прошлой жизни, теперь как бы его решимость и понимание очень сильны именно потому, что базируется на внутреннем опыте, можем сказать, в каком опыте, человек никогда не был семейным, скажем, в этой жизни, ничего, в прошлой был. то есть, мы не должны думать, что опыт относится только к этой жизни, опыт также и к прошлой жизни относится, и вера в действительности, вера, твердость, убежденность в чем-то, базируется только на опыте, если у меня не было вот этого опыта в этой жизни, но я почему-то в этих вещах очень сильно убежден, это означает, что это было в прошлой жизни, но обязательно на опыте, не пройдя вот этого опыта, невозможно иметь таких сильных убеждений в чем-то, просто невозможно. Опять же, я говорю, если мы не являемся нити-ситхами, эту категорию мы отставляем в сторону, а берем обыкновенных людей. Сейчас мы собираемся в таком мире, в таком мире, в таком мире, говорится, что в голову можно видеть только тот, у кого велика обладаться на пологе, и праздное отношение каждому можно просто более, и его дубликатность сейчас влезет. Мы сейчас занимаемся такими процессами здесь, и мы очень за мало что понимаем, даже хотя читаем, значит ли это, что мы уже прошлись, отказались в прошлой жизни, или нашли какие-то соблазны с другого уровня, как с настоящим женщином, настоящим, я не думаю, что господчитание настолько жесток, чтобы там где-нибудь в конце такую свинью нам подложить, искусить нас какой-нибудь брахмалокой или еще чем-нибудь мы и так слабые, да, почему нас искушать, как прохлада Махарадж, когда ему на Исимхадев предложил благословение, он говорит, зачем ты меня искушаешь, и тебя же из семи демонов, я же доит его происхождение, да, демон, зачем ты мне предлагаешь эти благословения, я же могу легко прольститься, демоны очень падки на материальной сети, благословения, для чего ты меня искушаешь, я же с тобой тут не договор какой-то там подписывать, он серьезно так говорил, я не хочу с тобой торговых отношений, да, что я тебе служение, ты мне благословение, я не хочу таких отношений, мне нужно, зачем, зачем, ты знаешь мои слабости, ведь я родился в демонической семье, хотя прохлад родился в демонической семье, тем не менее, там